Мёд в косметологии Ведь действительно, мы готовы отдавать огромные деньги за хорошо разрекламированные баночки с волшебными средствами, обещающими сделать нас моложе и красивее. Но всегда ли они выполняют свои обещания? Природа подарила нам отличное средство против старения – пчелиный мёд. В его состав входят витамины и микроэлементы, оказывающие благотворное влияние на кожу, увлажняющее, очищающее и антисептическое. Здесь витамины группы В, каротин, аскорбиновая кислота, а также цинк и полифенолы, замедляющие старение. Поэтому польза мёда для кожи лица и тела неоспорима. А косметических средств на основе мёда, которые вы можете сделать сами в домашних условиях, очень много. Сегодня я опишу только те, которыми сама регулярно пользуюсь. Настоящая красота идёт изнутри, поэтому так важно начинать свой день с заботы о здоровье. Утром натощак выпиваем стакан тёплой воды с чайной ложкой мёда и чайной ложкой лимонного сока. Возможно, любителям пить кофе по утрам будет сложно отказаться от своей привычки, но уже через неделю вы поймёте, что такой коктейль из полезностей бодрит лучше самого крепкого кофе. А ещё он заряжает энергией витаминов на целый день и отлично очищает организм. Таким образом, польза мёда для кожи лица, тела и волос будет обеспечена не только использованием этого чудесного продукта в косметологии. Мёд – здоровье, а здоровье – это красота. Вернёмся к применению мёда в косметологии, а точнее в домашней косметике. Многие женщины согласятся, что мёд – лучшее средство очищения кожи. Благодаря свойству мёда глубоко открывать поры и очищать кожу, его можно использовать в качестве скраба в чистом виде или в сочетании с другими не менее полезными составляющими. Засахаренный мёд для очищения кожи можно наносить на лицо в чистом виде. Мёд глубоко очищает кожу, отшелушивает омертвевшие клетки и увлажняет. Если мёд свежий и жидкий, лучше смешать его с солью, можно морской или крупной кухонной. Пропорция для приготовления средства очищения кожи – на одну столовую ложку мёда, одну чайную ложку соли. Тот же эффект мы получим, если смешаем в равных пропорциях мёд и нерастворимый кофе, можно уже заранее заваренный. Кстати, ещё такой скраб из мёда и кофе очень эффективно борется с целлюлитом. Нужно просто нанести его на проблемные места и помассировать каждый участок хотя бы в течение пяти минут. А вот если у вас очень чувствительная кожа, соль и кофе вам не подходят. Они достаточно агрессивны, могут вызвать воспаление и покраснение кожи. В таком случае для очищения чувствительной кожи мёдом эти ингредиенты лучше заменить сливками. Смешиваем сливки с мёдом в равных пропорциях и наносим на кожу, массируя её лёгкими движениями. Минут через пять смываем тёплой водой. Медовые скрабы следует наносить на кожу, предварительно хорошенько её распарив. Можно в ванной, но для максимального эффекта эти средства очищения кожи лица и тела лучше использовать в бане. После смывания скраба примите контрастный душ и нанесите на кожу мягкий увлажняющий крем. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости! А мы продолжаем. Медовые маски для лица и тела являются ещё одним вариантом использования мёда в косметологии. Самая моя любимая медовая маска – овсяная с мёдом. Берём 2 столовые ложки овсяных хлопьев, заливаем их тёплым молоком или сливками. Настаиваем 10-15 минут, чтобы хлопья набухли и стали мягче. Затем добавляем 1 столовую ложку мёда. Овсяная маска с мёдом для кожи лица и тела готова. Наносим маску на кожу и держим от 15 минут до получаса. По истечении необходимого времени медовую маску нужно смыть тёплой водой и нанести увлажняющий крем. Кстати, увлажняющий крем необходимо наносить после любой маски, чтобы смягчить и успокоить кожу после процедур. Эта медовая маска для лица и тела хорошо увлажняет кожу, а ещё говорят, что она справляется с морщинами лучше ботокса и тому подобных вредных процедур. Не знаю, действительно ли лучше, но то, что разглаживает морщины – это проверенный факт. И намного безопаснее и дешевле. Мне нравится маска из столовой ложки мёда и половинки таблетки аспирина. Она очень хорошо очищает кожу. Но маска с мёдом и аспирином достаточно агрессивна, поэтому использовать её можно очень редко и не больше 10 минут. И только в том случае, если у вас не слишком чувствительная кожа и нет аллергии на компоненты. Маска с мёдом и лимонным соком способствует заживлению рубцов и борется с прыщами. Она очень полезна для жирной кожи. А если нужно быстро привести кожу в хорошее состояние, например, перед неожиданным важным мероприятием, поможет маска из мёда и молока. Мёд в чистом виде тоже можно использовать в качестве маски. Для чистой и сияющей кожи просто наносите такую медовую маску на полчаса и смывайте тёплой водой. И пришло время поговорить о пользе мёда для волос. Для красоты и здоровья волос также можно применять медовые маски. Я люблю смешивать столовую ложку мёда с двумя яичными желтками. Наношу такую медовую маску на волосы примерно на 1 час, прикрывая полиэтиленовым пакетом и полотенцем. Потом смываю тёплой водой с мягким шампунем. Хотя можно шампунь и не использовать, желток очень хорошо очищает волосы. В конце процедуры ополаскиваю волосы раствором лимонного сока в пропорции 1 столовая ложка сока на литр тёплой воды. После такой медовой маски волосы выглядят здоровыми и красивыми. Говорят, что если на ночь нанести на волосы мёд под пакеты полотенца, а утром смыть, они станут на тон светлее. Не знаю, правда ли это, сама не пробовала. Можете поэкспериментировать, а результаты описать в комментариях. Думаю, вреда от этого эксперимента точно не будет. А ещё мне очень нравится медовая маска для стимуляции роста волос. Берём столовую ложку корицы и подогреваем её в двух ложках оливкового масла. Я брала подсолнечное, тоже, кстати, неплохо. Немного нагреваем, чтобы в масле растворились полезные вещества, содержащиеся в корице. А потом добавляем столовую ложку мёда и наносим на волосы. И держим от получаса до часа. Корица способствует росту, мёд и масло увлажняют и делают волосы блестящими и здоровыми. Мёд в маску для стимуляции роста волос обязательно добавляем, когда остальные компоненты уже остыли. В горячую смесь добавлять мёд нельзя, иначе вся его полезность будет потеряна. Ополаскивать волосы после применения медовой маски можно не только лимонной водой, но и травяными отварами. Например, в равных пропорциях берём листья крапивы и цветы ромашки. Завариваем, даём немного настояться и остыть. Вы также можете оценить всю пользу мёда для волос, если попробуете какую-либо из указанных медовых масок. О результатах, как обычно, пишите в комментариях. Перед тем, как применять мёд в косметологии, обязательно проверьте, нет ли у вас аллергии как на мёд, так и на другие компоненты косметических средств. Нанесите немного вещества на внутреннюю сторону руки, чуть выше кисти, и подождите 20 минут. Если появилось покраснение или зуд, использовать медовое средство вам категорически запрещено. И ещё помните, в применении косметики правило «больше значит лучше» не действует. Здесь главное не переборщить. Медовые маски для кожи лица и тела, а также маски для волос можно наносить не чаще двух раз в неделю. Иначе результат может быть противоположный ожидаемому. И ещё. Говоря о пользе мёда для кожи лица, тела и волос, а также о применении мёда в косметологии, мы имеем в виду натуральный мёд. Не весь мёд одинаково полезен, поэтому нужно правильно его выбирать. Не стоит покупать его в супермаркетах и в непроверенных местах. Лучше найти человека, который занимается разведением пчёл и сбором мёда, или специализированный магазин, в котором продают продукты пчеловодства. Любите себя. И не забывайте баловать себя приятными мелочами. Оцените безусловную пользу мёда для кожи и волос, ведь не зря мёд используют в косметологии. Сделайте полезные привычки частью своего дня, и ваша жизнь станет более здоровой и насыщенной. Будьте красивыми и уверенными в себе. У вас обязательно всё получится. Но на этом ещё не конец. Вернее, всё только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться всё успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши своё мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдёшь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым своё видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать ещё мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok